Певица говорит, лучше поинтересуйтесь, как я пережила свою семейную жизнь. А вот нынешний супруг и продюсер Валерий Йосиф Пригожин говорит, что благодарен Александру Шульгину. Ведь если бы тот не был плохим мужем, Йосиф не встретил бы женщину в своей жизни. Валерия и Йосифа были очень разные жизненные пути. Тем не менее, есть определенные совпадения. Они приехали покорять Москву в один год, в один день. И оба, чтобы связать свою жизнь с музыкой. Он стал продюсером, она певицей. Их первая встреча была озарена утренней звездой. Мы с ним встретились на конкурсе «Утренняя звезда». Он там представлял свою артистку, которая была моей главной конкуренткой. Я у нее этот конкурс выиграла. И с тех пор, по-моему, он меня начал недолюбливать. Нравилась певица Валерия кому-то или нет? Но все знали, что у этой блондинки трое детей. Ее муж, ее же продюсер. Но вскоре шоу-бизнес забурлил невероятными подробностями их развода. Во время этого скандала публика чуть не потеряла и саму певицу. Он решил снимать следующий клип Валерии в Голландии, где они могли чувствовать себя свободно. Наконец-то их не беспокоят поклонники, нет любопытных взглядов. Конечно, Валерия уже почувствовала, что отношение Иосифа к ней давно вышло за пределы чисто служебных отношений. Да ну, не было у меня такого признания в любви первого, да? То есть у меня была бегущая строка на лбу. Я тебя люблю. И потом вот уже сидя в каком-то там ресторане, с очередным ужином, он мне признается в любви. Я говорю, да я это знаю давно. То есть вот, что правда, что ли? Я говорю, да у меня такое ощущение, что мне это уже 150 раз сказало уже вот. Да хоть бы и 200. Валерии казалось, что эта любовь ничего, кроме осложнений, не принесет. Тяжелые сомнения мучили певицу, пока она, наконец, не решилась на откровенный разговор. Это произошло тогда, когда он спросил, я говорю, Йось, вот ты знаешь как вот, я понимаю твою какую-то симпатию, но вот, а вдруг я встречу человека, вдруг я в него влюблюсь. Вот и что тогда? Он так посерьезнее, вот сразу так вот, я прямо чувствую, как будто его на холодном душу макать, и он мне говорит, я, конечно, мне будет больно, но я выполню все наши обязательства, все договоренности. То есть на себе ты никак это не ощутишь. Наконец-то Валерия ощутила настоящее облегчение. Она получила ответы на все свои вопросы по поводу дел. И тут Иосиф предложил ей пожениться. Он старался быть как можно более деликатным, потому что он понимал, что я не захочу второй раз в своей жизни с продюсером ни за что наследиться. Я ей просто сказал, ну хочешь, я уйду вообще из бизнеса, с этого шоу-бизнеса, займусь, найду себе другую профессию, буду заниматься другими делами, я найду себе применение везде. А журналисты уже затаили дыхание, ждали развития событий. Ведь они снова могли получить пикантную историю о браке по расчету. Наивной певицы и корыстного продюсера. Не только журналисты представляли ужасные перспективы этого союза, обеспокоены были и близкие Валерии. Ну, поначалу мои, конечно, были в шоке, потому что узнали продюсер, я говорю, ну вот, понятно, да что же это такое-то, что же это за напасть-то на нашу девочку. Ну, а когда с Виськой познакомились, ну, его же сразу видно. У него такие добрые глаза, что у меня мама сразу успокоилась. Конечно, эти опасения были понятны, ведь прошлый брак певицы едва не убил ее как личность. Но отношения Валерии с Иосифом строятся уже совсем по-другому. Мы не играем и не пытаемся подстроиться друг по другу. Мы естественные, какие мы есть. И у каждого есть свои мечты. Меня радует то, что Иосиф позволяет каждому быть самим собой. Не надо играть никакую руку. Наверное, тот, кто пережил вот то, что пережила я, может, наверное, оценить вот это счастье быть самим собой. С тех пор Иосиф вел дела певицы Валерии. И уже не только как продюсер. Ну, мы стали жить вместе, там, спустя какое-то время. Познакомились с детьми и маями. Потом дети переехали в Москву. И как-то мы начали жить сразу какой-то вот настоящей такой семейной жизнью. Он сразу стал главой семьи. И дети его восприняли, сразу же восприняли просто как вот близкого родного человека. Поэтому для меня, например, не имело большого значения, там, есть там в паспорте или нет. Настоящая свадьба была потом. С друзьями, приглашенными гостями и свадебным тортом. Но журналисты и здесь усмотрели расчет. Здесь, я могу сказать, в нашей ситуации даже сказать особо нечего. Поскольку мы абсолютно... Я же не девочка с улицы, да? Поэтому у нас совершенно такой равноправный, равноценный брак. Если бы мы с ним не жили вместе, ничего бы не изменилось. Мы бы точно так же сотрудничали, потому что мы за этим и встретились. Точно так же он бы занимался мной как артисткой. И я бы работала с ним как с продюсером. И личные отношения тут вообще ни при чём. Вот как раз-то у нас самый бескорыстный брак, который только можно себе придумать. Я не могу без Леры, да? То есть, вот я езжу всё время с ней. С одной стороны, я реализовываю себя в профессии, потому что я ей нужен, да? А с другой стороны, она мне нужна, потому что... Было довольно необычное свадебное приданное. По трое детей у каждого. Незаурядное совпадение. Мои дети живут с нами. Йосины дети живут, там, у каждого своя мама. Ну, двое от одной мамы, а вербёнка от другой мамы. Вот, и мы встречаемся... Ну, понятно, что он своих видит реже, потому что для этого нужно жить вместе, да, чтобы видеть сейчас-то. Вот, но всё-таки мы стараемся проводить вместе какие-то праздники и, ну, там, выезжать куда-то. Для меня дети Валерия, они как родные для меня дети. Поэтому я не чувствую себе себя и их, там, чужими, да, там. И поэтому я считаю, что просто мы должны как-то вот научиться дружить просто в семье. Научиться находить решения, компромиссы, какое-то общение. Ну, родиться седьмой, можно и десятерых родить. Но всех же поднять нужно. До предположения о Валерии как коварной разлучнице, тут, к сожалению, жёлтой прессе нечем поживиться. Дело в том, что я не уводила Йосифа из семьи. Он уже к тому моменту два года не жил с своей женой. Они не были в официальном разводе. Но семью он ушёл давно, ещё до меня. Ну, там были какие-то свои, там, отношения с кем-то там как-то. Вот, но поэтому здесь моя совесть абсолютно чистая. Я никого не уводила. Двое влюблённых людей делают одно дело. 24 часа в сутки Валерия и Иосиф вместе. Но возможность побыть вдвоём у них бывает очень редко. Порой так я даже не могу до него достучаться, что наши какие-то совместные вопросы решить. Потому что он сидит дома в другой комнате, у него вон-стоп телефонный. И я даже так, чтобы пробиться уже к нему, я звоню ему на телефон. Он так вот говорит у Калёва, говорит, милая ты я, у меня к тебе есть вопрос. Потому что, говорит, подойти уже просто так невозможно. И потому что просто некогда отреагировать. Вот, говорит, сейчас, 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 проще позвониться. Ну, это, конечно, я делаю, не знаю, радио шутки какой-то, но тем не менее это вот. Вы понимаете, можно сгореть на работе, отдав себя работе, ставь в жертвы, но потеряв семью. Надо найти середину какую-то, либо что-то выбрать. Вот, то есть для меня, в данном случае, семья на первом месте. Кто бы что ни говорил, а мы надеемся, что в конце концов Валерия вытащила свой счастливый билет. И он не просто везение. Она это заслужила. Я действительно не расточала свои чувства по мелочам. Нежность моя не растеряна, на сильные ветра не развеяна. По пустикам не разменяна, я ждала тебя, только тебя. Слышишь, как это важно и дорого, отыскать любовь и дикого вода. Снова любить и дарить тебе целый мир под названием «Я». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова